Сохранить и передать культуру края в аэропорту Сургута изменили концепцию этнозоны. Теперь пространство еще больше погружает жителей и гостей города в особенности жизни коренных малочисленных народов Севера. О том, как именно изменился кусочек самобытной культуры, обустроенной в авиагавани самого большого муниципалитета Югры, расскажет Дмитрий Круковец. Многие жители и гости Сургута знают об этнозоне в аэропорту города. Она появилась в 2016 году. До недавнего времени там находились изба ханты, шаман, лабаз и дерево, на которое до сих пор посетители воздушных ворот повязывают ленточки для исполнения желаний. Однако теперь это пространство концептуально изменилось. Обновленную этнозону открыли выставкой фотографа Александра Заики. На его снимках на мгновение застывшая жизнь коренных народов Севера. Когда я обнаружила черно-белые фотографии Александра Заики, я сказала, Марина Юрьевна, пожалуйста, давайте именно этим, этой фотовыставкой «Божьи реки народ». Потому что она концептуально подходит нам, и именно эти фотографии покажут всем тем, кто прилетает сюда, кто мы. Очень важно сохранить аутентичность города, региона. Очень важно понимать различия между городами, между областями. И знать свою изюминку, когда мы точно с нами сами знаем, кто мы. Тогда мы и себя понимаем лучше, и своих соседей по областям, например. Сохранить аутентичность и показать ее гостям – главная идея проекта «Обновленного пространства возможностей», как назвали его авторы. Поддержку в сохранении и продвижении культуры коренных народов Наталья Кикар получила от Сургутского краеведческого музея. Концепция этого проекта такова, что она заключает в себе очень трепетное, бережное отношение к истории нашего края и к людям. То есть Наталья, она такой заинтересованный человек, патриот города, патриот нашего региона. Я думаю, как же не поддержать это. Тем более, когда обращаются в наш музей за какой-то профессиональной оценкой, за вопросом, то мы, вы же знаете, мы всегда открыты для всех. На открытии пространства присутствовали не только сургутянины, но и гости из Нижневартовска, в частности, студенты университета. Наших студентов мы привезли для того, чтобы они видели и понимали, что Югра – это большая, богатая земля не только своими недрами, но и людьми, которые умеют много, стараются для людей, стараются создать комфортную среду для гостей и для жителей Югры, для сургутян, для нижневартовцев, для хантамансийцев и нефтьюганцев. Ну, можно много перечислять, больше ста населенных пунктов. Гости мероприятия также поучаствовали в лотерее от проекта «Карты сокровищ». Победителям вручили пять авторских дорогих подарков. Также любой желающий мог подписать открытки, отпечатанные в типографии Венчера из югорской коллекции, созданной талантливыми художниками и дизайнерами. Все открытки будут отправлены в разные города России и мира. По словам автора новой этнозоны Натальи Кикар, радовать новыми экспонатами и выставками специалисты проекта «Карта сокровищ» будут горожан и гостей города каждый сезон. Дмитрий Курковец, Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут-24.